Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Приан.ру «Недвижимость за рубежом». Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. Итак, сегодня мы говорим о программах гражданства, в первую очередь программа гражданства Кипра и Мальты. Вопросы миграции сейчас очень и очень интересуют многих. По исследованиям Приан.ру, около 50% людей, которые приобретают сейчас недвижимость за рубежом, делают это в том числе или в первую очередь с иммигрантскими целями, с целью переезда, причем не обязательно сразу, но может быть в каком-то режиме относительно удаленном. Что мы сейчас будем делать? Как мы построим работу? Наши эксперты из компании «Иммигрант Инвест» сначала несколько слов расскажут о своей компании, после чего мы будем разговаривать о программе недвижимости Мальты, и Злату в нашей импровизированной студии сменит коллега Виктория Атанасова. И после этого мы уже со Златой будем говорить о программе гражданства Кипра. Но еще раз предупрежу, если вдруг нам сейчас понадобится перейти в другой чат, я попрошу вас это сделать, и мы с небольшой паузой в середине нашего выступления просто из одного чата перейдем в другой, но пока работаем в таком режиме. Итак, Злата, здравствуйте, видите вы меня и слышите, хорошо? Да, хорошо вижу, слышу. Добрый день, Филипп, добрый день, все, кто присоединился к нам. Отлично, я очень жду от вас рассказа, давайте начнем с того, что представляет собой ваша компания, мы чаще работаем с компаниями, которые занимаются в первую очередь недвижимостью, но вы делаете другое. Итак, пожалуйста, и давайте сразу, может быть, нам контакты компаний, мы тоже скинем. Наша юридическая компания «Иммигрант Инвест» работает с 2006 года, помогает семьям состоятельных людей получить второе гражданство или вид на жительство за инвестиции. Компания является лицензированным агентством практически всех действующих государственных программ в мире. Мы сотрудничаем с правительствами Мальты, Кипра, Португалии, это что касается Евросоюза. На Карибах это Гренада, Сан-Кицын-Эвис, Антигуа и Барбуда, Сан-Люсия и Доминика, то есть все страны Карибского бассейна, предлагающие гражданство за инвестиции. Также Вануату, это Меланезия и Молдовы, также другие страны и других стран. Офисы «Иммигрант Инвест» расположены в шести странах мира. В штате компании работают дипломированные юристы, адвокаты, сертифицированные агенты по недвижимости и фасилити-менеджменту. Их специализация учитывает особенности различных юрисдикций. И в нашей компании также работает единственный в отрасли сертифицированный Compliance Anti-Money Laundering Officer, который помогает клиентам подготовиться к процедуре due diligence, и это позволяет максимально снизить риск отказа. Также мы постоянно контролируем все изменения местного законодательства. Высокая квалификация наших специалистов помогает предлагать оптимальные решения под индивидуальные задачи для наших клиентов. И в первую очередь, конечно, мы руководствуемся задачами и целями наших клиентов. Мы сопровождаем клиентов от первой консультации и до получения гражданства, и вплоть до возврата инвестиций. Иногда это происходит через пять лет. То есть на протяжении всех пяти лет мы сопровождаем наших клиентов. Отлично. Скажите, ну, я так понимаю, многие программы, они не обязательно связаны с покупкой недвижимости. Они могут быть связаны, ну, там, иммиграционных способов есть много разных. Соответственно, как вы помогаете вот в тех вопросах, связанных там, может быть, с подбором объекта, может быть, там, с подбором какой-то компании, какую, ну, в зависимости от той страны, с которой вы работаете? В основном это инвестиции в недвижимость, инвестиции в гособлигации, это, например, ПМЖ Мальта или инвестиции в компанию. 99% наших клиентов все-таки выбирают инвестиции в недвижимость, потому что это понятно. Ну, в ПМЖ Мальте, конечно, там невозможно, там нужно инвестировать в гособлигации, но на самом деле это тоже понятно, это абсолютно прозрачный способ инвестиции. Недвижимость мы сотрудничаем с самыми лучшими, хорошо зарекомендовавшими себя на рынке застройщиками. Мы контролируем процесс, весь процесс хода строительства недвижимости, проверяем разрешительную документацию, мониторим непосредственно сам рынок недвижимости, и внутри компании есть отдельное подразделение, которое занимается анализом и мониторингом проектов недвижимости, которые приобретаются в рамке программы. И благодаря этой работе мы можем найти для клиента самую ликвидную недвижимость и продвести речь его от приобретения объекта у недобросовестного продавца, либо с недостаточной документацией по объекту. Кстати, сегодняшний кризис будет являться хорошим индикатором для застройщиков. То есть кто останется после кризиса, да, у того и нужно будет покупать. И тот, кто у них купил, не прогадает. То же самое касается и других компаний иммиграционных. Отлично. Давайте я сейчас тогда попросил бы, если есть возможность сейчас... Видите, у нас действительно удивительная ситуация сложилась. Первый раз в истории. Видимо, уж тема совсем-совсем интересная. Количество участников максимальное, которое возможно. Но я думаю, что мы в ближайшее время этот вопрос решим. Расширим нашу, скажем так, базу, расширим наш зрительный зал. Злата, спасибо огромное. Мы еще, несомненно, поговорим с компанией иммигрант инвест и о тех услугах, которые она оказывает. А сейчас давайте тогда переходить к программе гражданства Мальты. Я думаю, что мы сейчас тогда попросим Злату ненадолго отключиться. А в студии, в нашей импровизированной студии, я жду здесь сейчас, Виктория Танасова, руководителя офиса компании иммигрант инвест на Мальте. Давайте. Филипп, я бы хотела пару слов сказать. Это вот тоже будет касаться непосредственно также программы Мальты про наш комплайнс-отдел. Мы единственная компания в нашей отрасли, которая имеет отдельный комплайнс-отдел. И работают анти-мани лондринг-специалисты, сертифицированные... С организацией аккаунт, да. И я добавлю здесь, поддержу коллегу Злату. Это значит, что мы практически можем снизить процент отказов до 1%, а не так, как озвучивают некоторые компании, что на Мальте 40% отказа. То есть неправда. Я могу сказать, что неправда, потому что в нашей компании, конечно же, такого процента нет. И еще, да. Деятельность нашей компании, как агента инвестиционных программ, полностью соответствует требованиям пятой директивы ЕС о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Вот эту глубокую проверку мы проводим еще на первом этапе, еще до подписания договора, до того, как клиент нам заплатил хоть 1 цент. И только после этого, когда мы видим, да, что можем работать с клиентом, что риск отказа минимальный, мы начинаем подписывать договор и уже работать с клиентом. Все, пожалуйста. Теперь, да, Виктория, я передаю слово. А главное, у нас еще одна радость. Наконец, расширили наш чат. Дорогие друзья, я еще раз представлюсь, потому что сейчас все больше и больше народу, наконец, начало к нам добавляться. Я, поэтому в самом конце мы, Злата, обязательно с вами еще поговорим о работе с компанией, которая сегодня является нашим экспертом и присутствует на нашем вебинаре. Я предложил бы, во-первых, опубликовать контакты компании. И, пожалуйста, давайте проверим, работает ли чат. Каждый желающий может что-то взять и в нем написать. Ну, желательно по теме, что называется, поскольку тема у нас, если напомню, программы ВНЖ и гражданство. Итак, работает ли у нас чат? Давайте еще раз проверим. Может ли кто-нибудь что-нибудь там написать? Ну, давайте, что ли, я тогда напишу. Модерация чата включена, но пока что-то не вижу, чтобы кто-то что-то написал. В общем, надеюсь, в ближайшее время объявление в чате у нас появится. Здравствуйте. Все. Слово «здравствуйте» есть. Чат работает. Отлично. Антонина плюс Елена плюс все. Чат работает. Начинаем. Я рад вас приветствовать, Виктория. Давайте мы начнем разговор о нашей мальтийской программе. Построим его следующим образом. Сейчас начнем просто, ну, с общих параметров, которые у программы есть. Как она вообще работает, какие схемы она предусматривает, то есть как проходит, можно пройти весь процесс. И в завершении мы обязательно поговорим о том, а что же, собственно, меняется сейчас. Может быть, программа как-то меняется, ну, и мы сейчас находимся в не самом простом с точки зрения передвижения смысле, ну, соответственно, хотелось бы понять, а что же, собственно, на мальте придумывают для того, чтобы упростить жизнь потенциальным гражданам страны. Итак, начинайте рассказывать общие параметры программы Мальты. Виктория Атанасова, иммигрант-инвест. Да, всем добрый день. Здравствуйте еще раз. Я являюсь директором мальтийского офиса нашей компании. На протяжении уже нескольких лет работаю по различным инвестиционным, миграционным программам. Что хотелось бы рассказать с самого начала о программе гражданства Мальты. Эта программа работает с 2013 года, да, когда были внесены поправки в законодательство Мальты о гражданстве. И, соответственно, эти поправки предусматривали следующее, что гражданство теперь могут получить те инвесторы, да, которые проходят проверку due diligence на Мальте и после одобрения вносят необходимую сумму инвестиции. Это 650 тысяч безвозмездный взнос, который вносит основной заявитель, плюс, там, 25 тысяч за супругу и, там, да, от 25 до 50 тысяч за других зависимых заявителей. Также необходимо купить облигации на сумму 150 тысяч евро и арендовать или купить недвижимость, да, аренда от 16 тысяч, покупка от 350. Вот, собственно, это основные критерии, которые сохраняются по сегодняшний день. Что сразу хочется отметить, что количество квот изначально было ограниченным, было около 1800 квот, и в январе этого года было заявление о том, что осталось менее 20% квот, то есть, ну, где-то около, там, 250 квот было на начало года, да. Они, конечно же, подходят к концу уже незаметно прошло почти полгода, поэтому мы призываем, конечно, ну, действовать сейчас, потому что неизвестно, как дальше сложится судьба программы, да, конечно же, мы надеемся на ее продолжение, но, тем не менее, пока квоты есть и нам условия известны, такие, какие они есть сейчас, лучше подавать заявление уже сейчас. Итак, давайте, значит, цифру. Для того, чтобы претендовать на гражданство Мальты, если мы говорим именно о финансовой составляющей, сколько денег должен иметь человек? Если говорить в общем, да, в целом, коротко о финансовой составляющей, то это 1 миллион, то есть, если мы берем евро, мы берем все расходы, это и безвозмездный взнос, и облигации, и так далее, и там, да, все остальные условия, сопутствующие расходы, то это около 1 миллиона. 1 миллион, из которых, как вы сказали, 650 тысяч, это сумма невозвратная. Невозвратная, да. Вы отдаете это государству, условно говоря. Да, мы отдаем это государству, она платится после одобрения, то есть, конечно же, такая большая сумма не будет платиться в начале, до того, как заявитель не узнает, одобрен он или нет, да, то есть это после одобрения, спустя как минимум 6 месяцев. Давайте тогда поймем, с чего потенциальный заявитель должен начать вот, ну, свою, как бы, деятельность по получению гражданства, да. Итак, первые шаги. Первые шаги. Сначала, еще до того, как мы вообще идем по программе, да, и подписываем договор, мы, конечно же, просим нашего клиента прислать нам копию, да, своего загранпаспорта для того, чтобы мы осуществили нашу проверку. Вот Злата упомянула, что у нас есть антикомплайнс, точнее, антиландринг комплайнс менеджер, да, все именно так. У нас есть департамент, который осуществляет именно проверку due diligence как до начала работы, так уже и потом во время. То есть до того, как мы подписываем договор, мы просим прислать копии паспортов, чтобы мы сделали проверку по нашим существующим базам, системам, да, и в соответствии с нашей политикой. На Мальте я хотела бы отметить, что это действительно очень актуально, потому что на Мальте действует четырехуровневая система проверки due diligence, да. На Мальте именно в этой стране была впервые разработана система рисков, да, так сказать, матрица, да, там несколько уровней матрицы рисков, которая предусматривает, что они проверяют заявителей на предмет того, является ли он ПЭП или нет, да, политически значимым лицом или нет. Проверяют личность заявителя, аффилированные компании, да, с инвестором, источники доходов и благосостояния, возможно, возможные нарушения законодательства, да, там, в прошлом, и также немаловажный фактор отказа в визах, да, то есть были ли отказы в визах с теми странами, с которыми Мальта даст без визы въезд. Это очень большое количество стран, туда входит и США, да, и Канада, как мы знаем, и шенгенские страны. И поэтому вот до подписания договора мы стараемся проверить как можно в более полной степени различные моменты, чтобы мы могли, ну, вот, да, как Злата сказала, с большей степенью уверенностью гарантировать, что мы все-таки придем к положительному результату и минимизировать риск отказа. То есть, простите, первая стадия, вы просто, ну, на основании базовой информации о потенциальном гражданине Мальты, просто, ну, смотрите и просто на уровне говорите, есть шансы получать или нет. Сколько времени занимает такая проверка? Проверка занимает один рабочий день, как правило, если возникают какие-то трудности, и, то есть, нам требуется больше времени, да, тогда это, ну, три рабочих дня – это максимум, что у нас занимало. И реально были случаи, когда мы советовали, например, переключиться на другую программу, и таким образом это давало свои плоды, то есть, да. Означает ли, сказанное вами, что мальтийская программа, ну, в известном смысле суровая? Да, конечно, ну, не суровая, но уровень due diligence, он, конечно же, на порядок выше. О, только мы сказали, что у нас все это работает, это, к сожалению, отключилась ненадолго у нас моя коллега. Я думаю, что через пару секунд она подключится, восстановим связь. Я даже знаю, что произошло. Итак, дорогие друзья, в двух словах тогда скажу, что мы сейчас завершаем, ну, сначала поговорим о программе Мальты с нашей коллегой, сейчас через несколько секунд подключится Виктория обратно. После того, как мы закончим разговор о программе Мальты, мы будем со Златой говорить о программе Кипра, и после этого, после того, как мы поговорим о программе Кипра, мы еще раз коснемся тех изменений, которые в ближайшее время могут произойти в той или иной программе, поговорим о том, как вообще государства борются сейчас с закрытием границ, как, например, на Кипре и на Мальте пытаются все-таки не останавливать процесс. Давайте, может быть, мы сейчас поступим тогда следующим образом. Злата, если вы меня слышите, пока к нам сейчас подключается обратно Виктория, мы с вами поговорим, раз уж произошел такой сбой, да, у нас, я думаю, что Виктория в ближайшее время подсоединится, а мы начнем тогда с кипрской программы. Итак, еще раз с удовольствием представляю Злату Эрлах, директор иммигрант инвест, директор офиса иммигрант инвест в Австрии. Если, да, еще раз хочу сказать, что запись вебинара, безусловно, будет доступна, и будет опубликован материал по итогам вебинара. Давайте, на Мальте мы только что сказали, около 1 миллиона евро нужно для того, чтобы получить гражданство, гражданство иметь такую сумму надо. Если мы говорим о Кипре, какие цифры здесь? На Кипре программа работает с марта 2014 года, и цифры от 2 миллионов евро, то есть можно инвестировать в жилую недвижимость, 2 миллиона евро плюс НДС, 19 процентов, в коммерческую недвижимость, в акции кипрских компаний и судоходную область, отрасль Кипра. Если инвестиции не в жилую недвижимость, то обязательно каждой опции к 2 миллионам инвестиций в коммерческую недвижимость, акции, судоходную область, добавляется 500 тысяч евро в жилую недвижимость. Обязательно. То есть эта жилая недвижимость должна остаться в собственности клиента или будущего гражданина Кипра на всю жизнь. Помимо этих инвестиций, инвестору также необходимо оплатить невозвратные взносы в размере по 75 тысяч евро каждый в 2 кипрских фонда. Фонд развития кипрских земель с целью финансирования развития доступного жилья для граждан Кипра и фонд исследований инноваций. Кстати, вот по фонду исследований инноваций это безвозмездный взнос 75 тысяч евро. Хочу уточнить, что на самом деле этот взнос может быть и больше. Тогда от 2 миллионов эта сумма, ну то есть, скажем так, если клиент инвестировал не 2 миллиона, а 1 миллион 950 тысяч, а в инновационный фонд 75 плюс вот эти недостающие 50 тысяч, то это тоже будет считаться. Также мы можем предложить более интересный вариант. Эти 75 тысяч евро можно инвестировать в сертифицированное инновационное предприятие, то есть предприятие, которое получило соответствующий сертификат Министерством финансов или сертифицированное социальное предприятие. Таким образом, 75 тысяч евро вы не дарите никому и, ну скажем так, для себя лично, да, если грубо говорить, не выбрасываете. Вы покупаете новый акционерный капитал в инновационной компании, и если все повезет, если все будет хорошо, то, возможно, даже еще и получите прибыль и вернете себе эти средства. Скажите, пожалуйста, вот до недавнего времени, ведь, ну, собственно, программа глобально изменилась весной 2019 года, и вот, собственно, вот эти два платежа в 150 тысяч, они появились относительно недавно. Более того, собственно, практически все, кто, ну, в первой половине года, и, наверное, даже в сентябре, там, в октябре получал еще паспорта, они вот эти 150 тысяч не платили. Как технически происходит этот платеж? Сейчас уже наверняка есть первые примеры. Вот в какой момент можно платить? Вот, к сожалению, примеров у нас нет, потому что это решение вступило в силу, то есть мы знали, что этот взнос вступит там через месяц, поэтому все клиенты, которых мы имели на тот момент, всех подали до вступления платежа. Тех, кого мы подали после, они еще не одобрены. Но по аналогии с другими программами, с той же самой Мальтой, могу предположить, что никакого труда не будет, клиент получит платежный счет, платежное поручение и оплатит эти средства после одобрения в эти два фонда. Я вижу, вопросы уже поступают, мы обязательно обсудим. Спасибо, Ольга, за вопрос. Спрашивают на основании, чего отзывают паспорта, проверяют и блокируют счета и так далее. Мы, давайте сейчас тогда сделаем так, мы все-таки, раз уж Виктория нас ненадолго покинула, мы сейчас со Златой поговорим о Кипре, а потом опять подсоединим к нам Викторию. Итак, значит, 2,2,2 или 2,5 миллиона евро. Плюс НДС. Плюс НДС. Плюс НДС, НДС это сколько? НДС это 19% на новую недвижимость. И если недвижимость используется для собственных целей и не планируют создавать ее в аренду, то 14% НДС можно будет вернуть. Но, в принципе, вот при расчете все равно нужно, эти 19% все равно нужно будет вначале уплатить. Скажите, пожалуйста, вот если мы, Виктория рассказала, что предварительный, предварительная оценка того, есть ли у человека какие-то шансы на гражданство Мальты, начинается с того, что он просто присылает какой-то базовый пакет документов, и в течение суток или до трех рабочих дней, как сказала Виктория, он рассматривается. Если мы говорим о кипрской истории, какое-то принципиальное отличие на стартовом этапе есть? Нет, на стартовом этапе нет никакого принципиального различия. Всех клиентов мы проверяем. И на самом деле это заблуждение, что на Кипре получают все, кому не лень гражданство. Там тоже существует compliance. И мы тоже выявляем, то есть есть клиенты, у которых нет шанса даже на Кипре получить гражданство. Можете ли вы привести в пример, вот опять же, вот вы получаете документы и понимаете, что все, дальше бессмысленно. Что это может быть? Ну, хотя бы примерно. Ну, скажем так, вот самый клиент, которого, конечно же, нам всегда очень хочется заключить договор и взять клиента в работу, но иногда вот скрипя сердце не получается, да, клиент, против которого справка о несудимости чистая, тем не менее масса статей организованной преступной группировки, кроме того, компании, которыми он сейчас владеет, против них, сейчас идут дела, то есть незаконченные, неизвестно, выиграет или нет, или не выиграет, ну, однозначно не можем взять. То есть тут даже по двум причинам. Ну, то есть, если ты владелишь компанией и эта компания сейчас находится в неких судебных разбирательствах, то риски настолько велики, что просто даже и начинать не стоит. Да, лучше подождать, пока закончится дело. Опять-таки нужно смотреть, в том-то вот суть нашего комплайнса, нужно смотреть, что это за дело. Иногда, например, идет судебное разбирательство некоторой формы собственности, чтобы закрыть, необходимо закрывать по суду. То есть если это такой суд, то, конечно, мы можем дальше работать. Окей. Ну, вот человек предоставил вам документы, вы посмотрели их, и через сутки вы понимаете, ну, там, через сутки, через двое, вы понимаете, что все, вроде, ну, действительно никаких противопоказаний нет. Что нужно делать после этого? Вот в какой момент, да, недвижимость человек пока еще не выбирал? Нет, недвижимость человек еще не выбирал, хотя, возможно, там, иногда же не сразу там клиент присылает, да, документы, говорит, что вот я хочу гражданство Кипра. Этому предшествует довольно долгий период, когда мы рассказываем о программе, когда мы интересуемся, какая недвижимость клиента интересует, когда мы уже для него сделали подборки недвижимости. То есть на самом деле до этапа проверки мы уже с клиентом вплотную работаем. и мы уже предоставили, там, рассказали ему, если он не был на Кипре, какие районы есть на Кипре, подобрали для него недвижимость, тоже в зависимости от того, какие у него требования. Хочет он сам жить, хочет он инвестировать в недвижимость и в последующем сдавать ее в аренду, у моря, не у моря, хочет ли он ее продать через пять лет, да, значит, это должна быть такая недвижимость, которую легче всего будет продать. Хорошо, давайте тогда посмотрим, что мы делаем после того, как, ну все-таки вот вы рекомендуете уже начать подбор объекта, вот после того, как, ну все, базовая... Да, после того мы рекомендуем уже подписать с нами договор, и мы начинаем уже действительно детальный подбор клиентов, который включает все требования клиента. Мы присылаем клиенту документы по недвижимости, фотографии, описываем недвижимость, рассказываем все объекты недвижимости до единого, которые мы присылаем, но я лично сама их все видела, да, то есть я могу практически на все вопросы ответить, если на какие-то не могу ответить, то мы можем вместе со строчком на эти вопросы ответить. После этого стандартный процесс – это уже поездка на Кипр и выбор недвижимости, потому что 2 миллиона – это все-таки большие деньги, и каждый клиент хочет воочию убедиться, что он покупает. В настоящее время... В настоящее время поездка на Кипр, это, конечно, замальчило, но шансы не уйти. Да, в настоящее время приходится руководство все-таки нашим опытом, да, и нам больше доверять. Мы можем показать все объекты в режиме реального времени. Наши партнеры, застройщики покажут, на какой стадии этот проект. Они с камерой зайдут, покажут полностью этот объект, зайдут на тот этаж, который нужно, покажут, какой вид, на карте локацию, инфраструктура какая у объекта. То есть полностью всю информацию мы клиенту предоставим. Какие материалы используются, спецификация. То есть, в общем-то, полная картина на самом деле уже присутствует у клиента, и покупать сейчас также можно дистанционно. Сначала мы подписываем договор предварительный, предварительный договор купли-продажи. После этого начинается согласование договора между адвокатом клиента и застройщиком. Этот процесс может занимать до одного месяца. Присутствие не обязательно, прекрасно он идет дистанционно. Организовываем скайп-конференции между всеми участниками, и договор подписывает клиент дома у себя и отправляет почту DHL на Кипр. То есть, таким образом, заключение договора купли-продажи также может дистанционно. Хорошо, смотрите. Ну, приобрести недвижимость практически все дистанционно можно, не вопрос. Но процесс покупки недвижимости и процесс подачи документов на гражданство, они должны идти параллельно, или ты можешь каким-то образом, ну, пока еще недвижимость не является у тебя в собственности, какую-то подготовительную работу провести? Да, конечно. Параллельно мы уже подготавливаем все документы, свидетельства о рождении, о браке, справки о несудимости в нужном формате. Это перевод на английский язык и апостелирование. Либо там в данный момент можно перевести, также будет на Кипре эту документацию. Каков порядок расходов на сбор документов? Сколько это времени занимает? Насколько это трудно вообще собрать все документы, которые им нужны? По вашему опыту? По Кипру на самом деле нет. То есть по сравнению с Мальтой здесь очень маленький пакет документов. Обычно вот справка о несудимости – это самый долгий документ. Его мы также можем за неделю получить. То есть за неделю, в принципе, все документы собраны. И, конечно, пакет документов для проведения комплайнса средств для банка. Скажите, вот хорошо, собираю вот эти документы. Значит, ну, это документы о личности твоей, да, вот, как говорите, справка о несудимости. Легальность средств. Вот эти документы я должен принести к вам в офис? Вот что мне с ними делать? Или отправить их вам? Сейчас же тоже и до офиса – это не факт, что доедешь. Нет, сейчас вы можете отправить нам сканы документов. У нас есть договоры и с нотариусом, который работает из дома, и с бюро переводов, который также работает из дома. И мы этот документ направим. Конечно, после этого все-таки необходимо нужно будет нотариусу предоставить оригинал документа, прежде чем этот пакет выйдет для Кипра. То есть нотариус тоже не может, да, заверить онлайн и подписать то, что он видел оригинал. Оригинал он все равно должен увидеть. То есть мы можем, можно курьером направить будет эти документы, или почта работает, да, почта DHL работает в Москве, ну, в Москве и в других городах. Собрали. Дальше. Вот по вашему опыту, кроме, если мы говорим о всех документах, которые есть, вот справка о несудимости – это самая большая проблема на Кипре? Ну, это не проблема, этот процесс просто длится, да, там, минимум, как, минимум 7 дней. Легальность, легальность документов, нужно подтвердить легальность средств. Подтверждение легальности средств, конечно же, у каждого разное. Кто-то получил наследство, да, кто-то получил в подарок, кто-то дивиденды вывел, кто-то получает зарплату достаточную, чтобы купить на Кипре недвижимость. То есть в зависимости от того, каким образом человек зарабатывает средства, нужно подготовить документы. Это прям следующий этап. После того, как договор подписан, зарегистрирован в земельном кадастре, необходимо будет перевести сумму инвестиций на счет застройщиков банка, и банк проводит комплайнс средств. Сколько времени занимает этот процесс? Давайте представим себе, что человек просто покупает недвижимость, и покупает недвижимость, и при этом, ну, допустим, у него вообще нет никаких целей, связанных с гражданством, ну, допустим, на секунду такую возможность. Вот удаленная сделка и все, что с этим связано, за какой период можно купить недвижимость на Кипре сейчас? Ну, месяц. Реально месяц. Потому что, не глядя, никто не будет подписывать договор купли-продажи. Согласование все равно проходит там, ну, скажем так, 2-3 недели – это минимум на согласование, и потом еще неделя для перевода средства для застройщика, комплайнс-банка. То есть в неделю тоже можно уложиться. То есть месяц – это реально. Ваш опыт показывает, что какой период занимает сбор документов, уже необходимых не только для покупки недвижимости, а, собственно, для подачи на гражданство. Вот это мы параллельно делаем вместе. Там с одной стороны согласовывается договор купли-продажи, а с другой стороны мы собираем пакет документов. То есть к моменту подписания договора продажи и осуществления всей сделки купли-продажи у нас уже собран пакет документа на Кипр, и как только договор будет зарегистрирован в земельном кадастре, мы сразу же можем подавать документы на гражданство. Вот здесь, конечно, необходимый приезд, да, сдача биометрия. Сдача биометрия. То есть это необходимый первый, ну, скажем так, первый приезд на Кипр личный. Сдавать биометрию должен заявитель, основной заявитель и его супруга. Дети и родители не должны на этом этапе приезжать. Ну вот, к сожалению, сейчас это невозможно. Мы надеемся, что ждем решения от Кипра, каким образом это будет возможно. Возможно, мы можем уже подавать документы на гражданство, и когда уже, возможно, будет влетать на Кипр, тогда уже приедут и сдадут биометрию. Возможно, будут считать уже... Дело в том, что сдача биометрии для карты ВНЖ. После того, как клиент получил карту ВНЖ, ровно через 6 месяцев возможно получение гражданства. И вот, конечно, цель добиться, чтобы 6 месяцев не с получения карты ВНЖ шло, а с момента подачи документов на гражданство. Но это, конечно, наше большое желание. Ну, неизвестно, да, какое решение примет Кипр. Скорее всего, Мальта быстрее примет это решение. То есть на Мальте уже анонсировали. Это Виктория расскажет. Это Виктория расскажет, да. Я, кстати, хочу напомнить, что мы проводим с компанией «Мигрант Инвест» целую серию вебинаров, посвященных возможности получения гражданства и вида на жительство в разных странах. И вот, например, в пятницу мы будем проводить вебинар, посвященный программам карибских государств, карибских островов, самых-самых разных. Я думаю, что в ближайшее время в чате появится ссылка на этот вебинар, на который вы можете тоже зарегистрироваться. Итак, ну, пока возвращаемся вот к нашей поездке. Да, вот 10 апреля, в пятницу это мероприятие состоится. Итак, пока ждем, да, пока там пакет документов собран. Ну, предположим, получается человеку прилететь, он прилетает. Значит, ну, на данный момент, вот на этом этапе все. Пока границы закрыты, ну, ситуация несколько заморожена. Но, предположим, все, границы открыли, ты прилетел. Что происходит дальше? Да, после этого в миграционной службе клиента и его супруг, супруга сдают биометрию и еще через одну-две недели получают карту ВНЖ. И ровно вот с даты выдачи карты ВНЖ, 6 месяцев, идет рассмотрение документов на гражданство. Кипр проводит свой дью-дилиженс. И на настоящий момент, на самом деле, этот процесс был сильно затянут. Последнее время до 10-12 месяцев длился этот процесс. Хотя в законе было указано в 6-месячный срок. И вот сейчас мы тоже ждем от Кипра решения, чтобы этот срок все-таки упорядочить. И в течение 6 месяцев рассматривать заявление на гражданство. Тогда действительно, как мы говорим, как у нас написано во всех наших презентациях, гражданство Кипра за 7 месяцев, это будет возможно. Что делать человеку, заявителю в течение этих 6 месяцев? То есть он, по сути, просто ждет? Он просто ждет, да. Он может в это время находиться ведь на Кипре? Да, конечно. У него карта ВНЖ, он может находиться на Кипре. Что происходит через 6 месяцев? То есть вот после этого, как я понимаю, или ему говорят «да», или ему говорят «нет». Да, ну вот теоретически только могу сказать, если скажет «нет», пока у всех наших клиентов было «да». Если «нет», значит больше никаких шагов предпринимать не нужно. Если мы говорим «да», что тогда? Во-первых, в какой форме поступает «да», это электронная почта, это что? Да, мы получаем письмо одобрения, где клиент одобрен для получения гражданства Кипра. Именно вы получаете в вашей компании? Да, да, да. Мы лицензированный агент, у нас есть лицензия, мы подаем от нашего имени документа клиента, именно мы получаем это письмо. Мы сообщаем клиенту, после этого нужно будет оплатить вот эти взносы, 2 по 75 тысяч в два различных фонда на Кипре. То есть, как я уже сказала, опыта нет, но, скорее всего, никаких проблем с этим не будет. И после того, как эти взносы оплачены, клиент может приезжать на Кипр и получать паспорт. Один день ему нужно планировать, он в Никосии, сдаем опять биометрию, фотографируемся и в этот же день получаем паспорт. И также, только после того, как основной заявитель и его супруг-супруга получили паспорта, возможно получить документы для несовершеннолетних детей, для совершеннолетних детей и родителей основного инвестора. Кстати, этот момент мы не заговорили сразу по кипрским законам, вот по этой программе. Кто, давайте еще раз повторим, имеет право на получение паспорта? Супруг-супруга, все дети до 18 лет, совершеннолетние дети до 28 лет, если они находятся на иждивении родителей и получают первое образование, а также родители основного инвестора. И, кстати, если инвестиция по детям остается в тех же рамках, то если клиент захочет получить или инвестор захочет получить гражданство также для своих родителей, необходимо приобрести еще один объект недвижимости на 500 тысяч евро. Или, скажем так, общую недвижимость 2 миллиона плюс 500 евро, то есть на 2,5 миллиона. Давайте немножко, когда отличемся вот от этой процедуры, тем более, что мы почти до самого конца уже с вами, Злата, дошли в ее обсуждении, все-таки по поводу приобретения какого-то объекта недвижимости. Ты же можешь купить не один объект, а несколько. Да, совершенно верно. И ты можешь покупать, ну там, на протяжении какого-то времени, то есть купил один, купил второй, купил третий. То есть если ты изначально не хотел получать гражданство, но купил, скажем, пару объектов, а потом подумала, почему тебе гражданство не получить, ты можешь докупить на эту сумму. Правильно я понимаю эту схему? Или не совсем так? Да, правильно, но не должен быть все-таки очень большой разрыв между приобретением клиента. То есть недвижимость, которая куплена там 10 лет назад, она не будет считаться. То есть желательно все-таки в течение одного года купить эти объекты. Скажите, пожалуйста, вот тут был вопрос, ваши коллеги ответили, ну, чтобы не просто не зачитывать ответ, да, а от вас тоже услышать. Вот эта история всегда очень смущает. Ну, хорошо, я купил объект на 2 миллиона, несколько, допустим, один из которых должен стоить дороже 500 тысяч. Вот, и он должен оставаться у меня в собственности. Он должен пожизненно быть у меня в собственности? То есть я с ним ничего сделать уже не смогу? Нет, конечно, вы сможете сделать. Если вы захотите продать этот объект, вы можете его продать, но обязательно должны будете купить не менее чем на 500 тысяч другой объект. Об этом нужно будет также сообщить в комитет по гражданству, и эту процедуру можно сделать. То есть не нужно с этим объектом всю жизнь оставаться. Ну, то есть пожизненно должно быть владение объектом дороже 500 тысяч. Каким? Не принципиально. Убрал один, купил другой. Да, совершенно верно. Ясно. Ну, и тогда поговорим о торжественном или, наверное, не очень торжественном моменте. Ну, вот хорошо, я получил паспорт, я его, чтобы его получить, я должен на Кипр прибыть. Вы должны прибыть на Кипр, да. Как это происходит формально? Значит, мы встречаем наших клиентов на Кипре, обычно там в Лимассоле останавливаются, иногда сразу прилетают в Никосею. За день или утром в день получения паспорта едем в Никосею. Сначала мы приезжаем в суд, где клиенты перед судьей подписывают документ о гражданстве, получение сертификата о гражданстве. После этого мы едем в миграционную паспортную службу, где инвесторы сдают отпечатки пальцев и их фотографируют также. Скажите, пожалуйста, вот, ну, не могу не спросить, да и, собственно, много об этом говорят в последнее время, вот вся эта история, связанная с возможным отъемом паспортов, то вроде как у 26 человек паспорт отняли. Потом выяснилось, что не существует на Кипре такой процедуры, как отъем паспортов, да, и вроде как эти 26 человек с паспортами по-прежнему остались. Что все-таки происходит? Вот как со стороны, это, ну, понятное дело, часть людей просто отпугивает. Может быть, финансово-то они и готовы, но не очень понятно. Вот как вам, знающим ситуацию изнутри, все это выглядит, кажется? Вот почему все это происходит? Ну, на самом деле, ни одному из наших клиентов не грозит отъем паспорта. На Кипре сейчас создана комиссия из трех экспертов, которые должны предложить правительству Кипра по программе процедуру отъема паспорта, за что и как это все будет действовать, да, там, одному инвестору или членам его, членам его семьи, то есть обычно всем членам семьи будут забирать паспорт. То есть в любом случае лишение паспорта будет, если инвестор сообщил ложную информацию в период получения паспорта, то есть это по всем странам, которые дают гражданство, одно из основных условий. Если он, например, участвует в военных действиях против страны гражданства, да, в данном случае против Кипра. Ну вот и сейчас был, вот по этим 26 клиентам был недостаточно проведен тест на благонадежность, дюдилиженс тест, и вот их также хотят лишить гражданства. Опять-таки, если посмотреть, есть этот список, да, в интернете, кого хотят лишить гражданства, то каждый там сам для себя может понять. Давайте поступим сейчас следующим образом. Мы, поскольку Виктория нас ненадолго покинула, я думаю, что сейчас Викторию уже можно постепенно делать докладчиком на нашем вебинаре, потому что вы мне сказали, что вроде как она уже подключилась, где-то здесь она неподалеку. Давайте с Викторией пока будем подключать. Ну, вопрос, о, как быстро подключили. Но, Виктория, подождите, мы еще сейчас со Златой пару вопросов уточним. НДС на недвижимость, ваш гонорар, налоги. Вот давайте все-таки по сумме еще раз пробежимся. Если объект недвижимости 2 миллиона, вот ровно 2 миллиона. Да, ровно 2 миллиона. Что мне еще придется заплатить? 19% НДС. Услуги нашей компании составляют 30 тысяч евро на семью. Составление договора купли-продажи и сопровождение сделки купли-продажи адвокатам примерно 1% от сделки. Составляет вот два раза по 75 тысяч, то есть 150 тысяч евро взносы в государственный фонд. И государственные пошлины при получении гражданства и карт ВНЖ на семью из 4-х человек около 20 тысяч евро. То есть это все. Ну и, конечно же, поездки на Кипр, как минимум 2. Документы, перевод документов и опостилия, то есть уже по сравнению со всей остальной суммой, несущественно. Ну, да. Несколько сотен евро. Давайте так тогда. Вот вы назвали цифру с вашего гонорара. Что в него входит? За что вы берете эти деньги? От и до. Полностью процесс сопровождения. То есть первая проверка, подбор недвижимости клиента, сопровождение при выборе недвижимости, сопровождение при покупке недвижимости, то есть тоже там консультация пока с адвокатом идет, согласование договора купли-продажи, подача документов на гражданство, получение карт ВНЖ, оплата взносов, получение гражданства, присоединение членов семьи. И также входят в наши услуги, то есть мы предоставляем клиентам услуги по, скажем так, по управлению недвижимостью. То есть если клиент хочет сдавать эту недвижимость, то мы также рекомендуем компании, к которым нужно обратиться, которые будут сдавать недвижимость и через пять лет содействие в продаже объектов. И тогда все-таки еще один завершающий вопрос, но мы, Злата, с вами еще в конце нашего вебинара переговорим. Вопрос все-таки такой, значит, сейчас граница на замке. Вы сказали, недвижимость, ну, понятно, подобрать можно и даже приобрести, в общем, можно удаленно. Вопрос такой, ну, собственно, вы об этом говорили, все равно повторим. В какой момент заявителю нужно обязательно посещать Кипр? На сдачу биометрии для получения карты ВНЖ и на получение паспорта. То есть два раза. То есть, по сути, ну, после завершения первого этапа процедуры и уже в самом-самом-самом конце. И в самом конце, да. И если, например, сейчас начать процедуру купли-продажи, то, скорее всего, там через месяц, через полтора все-таки будем оптимистами, границы откроют. И тогда клиент сразу прилетит и уже начнется процесс, шестимесячный процесс получения гражданства. Будем надеяться, что будет выдерживаться этот срок шесть месяцев. То есть сейчас, да, и, кстати, очень многие наши инвесторы, клиенты, у них есть время сейчас спокойно выбирать недвижимость, спокойно там с адвокатом согласовывать все. То есть как раз через месяц-полтора он экономит много времени. Отлично. Злата, тогда давайте мы с вами сейчас, только еще пока не отключайтесь, пусть к нам сначала Виктория подключится и покажет, что у нее с интернетом все уже стабилизировалось. Виктория, подключайтесь к нам, пожалуйста. Я пока попрошу наших коллег. Виктория, здравствуйте, рада вас видеть. Я попрошу наших коллег в чате добавить информацию, контакты компании. Итак, Виктория Атанасова, руководитель офиса компании «Мигрант Инвест» на Мальте. Куда же вы делись? Нам вас так не хватало. Ну, ничего, сейчас мы все... Я вас потом слышала. Да, тоже интересно. Итак, давайте говорить о программе... Мы говорим, если помните, о программе «Гражданство Мальты», естественно. И мы начали с вами, собственно, вот с того, с чего человеку начать. То есть первая история, он присылает вам документы в течение суток и от одного до трех рабочих дней, вы просто проверяете, есть ли у него шансы. Все верно, да. Шансы нет. И тут вот Злата сказала очень интересную фразу, что на Мальте-то вроде все чуть-чуть посложнее будет, чем на Кипре, в том числе и с точки зрения сбора документов. Что имеется в виду? Ну, да, конечно. То есть мы это говорим всегда открыто, что due diligence проверка на Мальте, она строже, да, чем на Кипре. Поэтому Мальту называют золотым стандартом. На Мальте невозможны такие ситуации, которые мы сейчас уже обсуждали с отзывом, да, когда отбирают паспорта. Именно как раз за счет того, что проверка достаточно, ну, скажем так, более детальная, да, и служит примером для других государств, которые, возможно, придут к этому в ближайшее время. Вот, поэтому, да, если все хорошо на этапе предварительной проверки, то мы говорим окей и готовы уже дальше начать работу именно по Мальте. На Кипре, вот, опять же, будем сразу проварить параллели, ты должен сформировать определенный пакет документов. Здесь ты тоже должен сформировать вот этот определенный пакет, который потом точно так же, условно говоря, аккумулируется у вас в офисе. Да, все верно. Ну, он отличается, да, то есть если мы говорим Мальта и Кипр, то это, конечно, разные пакеты документов. На Кипре это совсем, да, действительно небольшой, там даже справка о несудимости, как Злата говорит, один из самых сложных документов. На Мальте это, скорее, два, да, можно сказать, две части пакета документов. Первая – это все личные документы мы собираем, в принципе, так же, как и на Кипре, да. Вот вторая часть – это документы, которые бы подтвердили историю происхождения средств нашего клиента, главного заявителя, то есть не нужно всех, там, да, обоих супругов и так далее. Только главный инвестор должен подтвердить, какой у него источник заработка, откуда у него основной доход, соответственно, какие компаниями он владеет, да, или где он трудоустроен и так далее. То есть мы составляем некую, как мы ее называем, историю благосостояния, да, вместе с клиентом, где описываем вот эту детальную бизнес-биографию, скажем так, и дальше уже смотрим, какие сопутствующие документы мы можем приложить. То есть нам надо показать чистоту средств, чистоту доходов и, соответственно, объем его благосостояния. Вот это важно. Вечный вопрос по поводу вот этой чистоты документов, показывающих твое благосостояние. Вот здесь, может быть, какую-нибудь примеру хотелось бы услышать, вот что является, ну, там, пропуском, что пропуском не является, какие здесь проблемы есть. Тем более, что, ну, давайте объективно говорить, мы понимаем, в какой ситуации мы живем. Далеко не у всех есть история от Адама. Вот насколько нужно показать, что ты где-то был 20 лет назад? Да, все верно. Мы все знаем историю нашей страны, да, когда был период перестройки и так далее, да, и, конечно же, не все могут предоставить документы за 20 лет. Это не требуется. Требуется написать именно вот эту самую историю, да, скажем так, сочинение вот о себе, да, автобиографию. Это иногда даже довольно-таки часто самая сложная процедура, и мы поэтому можем там созвониться с клиентом или сесть вместе, да, если вот раньше мы могли встретиться в офисе, и просто мы своим подходом направляем, как лучше составить этот документ, да, но также у нас, конечно, куча шаблонов, примеров, которые мы отправляем. И, в принципе, это основное, что нужно сделать, там, касательно, что было 15-20 лет назад, вот. А уже ближе к сегодняшнему дню, да, за последние три года мы уже подтверждаем, соответственно, там, наличие аффилированных компаний, может быть, какие-то компании были закрыты, была процедура ликвидации, да, почему, поясняем. То есть, ну, есть какие-то тонкие моменты, которые мы уже, скажем так, набив руку на дополнительных запросах, которые мы получаем, да, мы уже понимаем, что лучше дать заранее, чтобы потом не отвечать на эти запросы и не тратить время. Понятно. Но, опять же, по вашему опыту, вместе там с составлением вот этого сочинения в свободной форме, это буквально в смысле, кстати, в свободной форме? Да, в свободной, да, действительно, абсолютно, да. Ну, вот весь этот сбор, сколько он занимает времени? И происходит ли он параллельно с чем-то еще? Значит, ну, сбор, как правило, от, скажем так, трех недель, то есть обычно вот три недели требуется на то, чтобы все эти документы, ведь важно их не просто собрать, да, и вот там отправить копии, их ведь нужно еще перевести, да, у нас есть лицензированные переводчики, то есть мы переводим эти документы, заверяем, и вот это вот все вместе занимает, конечно, время, поэтому от одного месяца, ну, а там дальше, например, если уже клиенту надо, там, какое-то время, чтобы, там, связаться с бухгалтерией, получить какие-то документы, еще что-то, да, ну, окей, то есть мы можем подождать, здесь нет каких-то ограничений, строгих рамок. Вот, ну, в принципе, месяц. Смотрите, ну, предположим, все, вот эти вопросы, предположим, все решены, но пока еще никуда выезжать не надо, то есть это та история, которую, в общем, при большом желании можно и сейчас сделать, несмотря на закрытие границ. Да, я вот как раз-таки хотела сказать, да, что есть два этапа по программе Мальты, да, первый этап – это подача на вид на жительство, да, и второй этап – подача уже на проверку, и вот этот вот большой пакет документов, он как раз требуется для проверки на благонадежность, для второго этапа. А на первый этап на вид на жительство никакие документы не требуются, то есть достаточно просто забронировать дату, когда вы приезжаете, сдаете биометрию. И поскольку вот сейчас мы не можем этого сделать, да, это откладывается на некое время, да, вот этот приезд на Мальту, мы, соответственно, прорабатываем все вопросы подачи на due diligence, на проверку. Вот. Конечно, мы рассчитываем, что государство Мальты нам поможет, да, всем аккредитованным агентам и, соответственно, заявителям, да, потенциальным инвесторам, и сейчас уже подаваться как-то на вид на жительство, да, то есть придумает некий план работы, да, выработает в условиях того, что все границы закрыты. Вот. Ну, в общем, мы ждем, конечно же, какое-то анонсирование каких-то изменений, но на сегодняшний день, да, у нас нет каких-то задержек, потому что, вот как я сказала, мы собираем весь пакет на проверку благонадежности. Напоминаю, господа, чат по-прежнему работает. Если есть какие-то вопросы Виктории, задавайте, потому что, в принципе, у нас вопросов-то еще много, но вдруг есть что-то, о чем мы поговорить сегодня, ну, так, как-то не успеем или не сообразим изначально. Окей, документы собраны, документы отправлены. Какой следующий шаг, когда-то впервые потенциальный гражданин должен впервые появиться на Мальте? Вот как раз-таки первый этап на сегодняшний день – это приезд, чтобы получить, сдать биометрию на вид на жительство. То есть если границы в ближайшее время открывают, да, у нас есть как раз-таки весь пакет документов, что мы делаем? Мы организовываем приезд на один рабочий день, да, клиент получает карту вида на жительство, он уезжает обратно, точнее, он сдает биометрию, он уезжает обратно, мы ему карту отправляем через две недели, когда она готова, и сразу же подаем на проверку благонадежности, на due diligence. Вот, то есть первый приезд пока – это вот приезд на вид на жительство. Ясно. Вопрос у Ольги, сразу уточняющий, я правильно ли она понимает, что изначально выдается карточка ВНЖ, и только потом через какое-то время гражданство? Да, карта вида на жительство выдается вот как бы сразу, с момента, да, с момента начала работы. А приезжаю я на Мальту, ну, просто, условно говоря, по шенгенской визе своей. Да, да, приезжайте, да, по своей шенгенской визе, мы вот поднимали этот вопрос, чтобы там выдавали какое-то, да, приглашение для этих целей и так далее, но, да, предполагается, что вы приезжаете по своей визе, сдаете биометрию, уезжайте, а уже через какое-то время карточку мы вам отправляем, потому что она, конечно, не день в день готовится, надо подождать там около двух недель. Вопрос от Анны, все документы подаются, где они подаются и кем они подаются? Документы, да, документы сдаем мы, как аккредитованный агент, в агенцию. Что такое агентство, да, это расшифровывается как Individual Investor Program Agency, да, МИИПА. Это реально госорган, находится он в валете, и, соответственно, вот туда сдаются все документы, ну, агентам напрямую, то есть это не может быть какой-то посредник, курьер, там, да, какой-то иной сотрудник компании, то есть... Хорошо, скажите... Соответственно, ну, вот здесь клиент, он не нужен на Мальте, да, то есть все удаленно. Какой, значит, дальше идет этот период томительного, но ожидания, да, вот... Да. Вот тут странная история, вот вы сказали, что у вас в компании отказов по Мальте не было, но объективно есть... Нет, ну сказали, что у нас маленький процент. А, маленький процент. Вот... Один процент. Один процент, а... Ну, при этом, в целом, все-таки на Мальте отказывают чаще, чем на Кипре, это совершенно бесспорно. Статистика, да, официальная статистика, что отказы на Мальте составляют, там, около 30 процентов, и... Да, действительно, ну, опять же... А что, почему? Что не так люди делают? Ну, это же вроде как... Все очевидно. Что не так делают? Ну, наверное, как раз-таки не учитывают вот эти все причины отказа, да, которые могут возникнуть, а именно, да, вот мы их уже проговорили, это наличие отказов в визе в те страны, с которыми Мальты безвизовая въезд, эта проблема решаема. То есть если был отказ в визе в США, да, и он до сих пор вот у вас, скажем так, висит, значит, что надо сделать? Надо получить новую визу, да, и так сказать... Американскую. Американскую, да. И этот вопрос, он закрывается. А вот, ну, дурацкий вопрос, совершенно частный случай для меня, как для жителей Санкт-Петербурга, у меня просто вот есть знакомые, они... им отказано было в финской визе, потому что они... Ничего, прости, господи, глобально не нарушали, но они, ну, знаете, да, эту историю, когда люди начинают много-много ездить в другие страны, воспользовавшись финской визой. Это тоже все минус? Это минус, да, конечно. Если, ну, если вот этот отказ, он так и был, да. Пятно такое, да. Да-да-да, то есть потом надо получить заново шенгенскую визу и все. То есть если после отказа вам выдали визу, да, в эту зону, например, в Шенген, вы получили, да, и вы также можете въезжать в Финляндию, проблем нет. Этот вопрос закрывается, это больше не негативный момент. То есть... И еще хочу отметить, что вот бывали также у наших клиентов отказы в вид на жительство, то есть ВНЖ, например, отказ ВНЖ Германии, да, через открытие бизнеса или там по воссоединению с семьей, там, приезд к родственнику, еще что-то, вот, ну, не дали ВНЖ. Это тоже не негативная причина, то есть... То есть там все-таки вдумчиво так, не математически, не механически, да-да, нет. Нет, ну, просто это, когда отказ ВНЖ, это же не отказывают во въезде, да, просто отказывают в виде на жительство, то есть, но это не негативная причина. Ну, и остальные, да, то есть, как вот мы сказали, риски, публичная репутация, ПЭП, но это надо смотреть в индивидуальном случае, да, будет ли это вот тем самым триггером к отказу или нет? Хорошо, но, предположим, отказа нет. Я правильно понимаю, что пока никаких денег мальте я еще не заплатил? Вы заплатили совсем небольшую сумму, скажем так, да, в сравнении с остальными. При подаче документов, как раз-таки, вы платите государству 7500 евро. Это их гос, да, взнос за рассмотрение документов в дальнейшем. То есть, только на основного заявителя, плюс еще какие-то я суммы плачу на всех? На всех, да, на всех, то есть, плюс за супругу или супруга плюс 5000, да, также плюс за детей, это может быть там 3000, может быть 5000, зависимости от возраста. То есть, конечно, небольшая комиссия есть, да, которая платится напрямую государству. Смотрим дальше. Значит, ну вот эту сумму внесена, предположим, все завершается позитивно. Через какой срок вот это позитивное известие придет? Оно точно так же, как на Кипре, придет к вам в офис или человек сам непосредственно, по-моему, узнает? Да, да, точно так же, точно так же приходит письмо об одобрении и в оригинале, и на электронный адрес агенту, то есть нам, а мы уже обязаны сообщить об этом клиенту. Конечно, мы же, мы говорим день в день, да, то есть на этом документе стоит дата. Готовы разбудить его среди ночи, чтобы сообщить радостно. Абсолютно, ради таких новостей всегда, да. Хорошо. И как это происходит? Значит, что потом? Ведь теперь надо как-то оплачивать. С какого счета оплачивать? Куда оплачивать? И есть ли здесь узкие моменты? Есть, да, узкие моменты. Это оплата взноса невозвратного как раз-таки, да, 650 плюс, да, за зависимых там, энная сумма, и вот этот вот взнос, он как раз-таки должен быть оплачен в течение 20 календарных дней, да, не рабочих. Поэтому, ну, скажем так, надо быть всегда готовым к тому, что вас в любой момент могут одобрить, да, и, соответственно, эту сумму оплатить. Если вдруг получается ситуация, и опять же такое было, что надо отложить на некоторое время, да, не получается, вот сейчас, например, скоро будет распределение дивидендов или еще что-то, да, мы можем, то есть это пишется официальный запрос, да, в агентство с просьбой разрешить отложить это, но, как бы, закон диктует, что это 20 календарных дней, и оплата инвестиций с того счета, который был изначально указан в анкете при подаче документов, то есть тот счет, который вы указали, именно с него госорган ожидает получить эту сумму. Вот, по сути, как бы ничего сложного нет здесь, вот. Вопрос от Ольги, вот подтверждение средств за последние три года, имеется в виду, нужно подтвердить именно вот 650 тысяч евро, плюс остальные суммы для платежей, или какую-то большую надо подтвердить? Как раз-таки вот правила программы говорят о том, что мы подтверждаем происхождение всех средств, которые у вас есть, то есть мы раскрываем полностью ваше благосостояние, да, потому что вопросы звучат достаточно там конкретно, да, какие там активы имеются и так далее, какие доходы, и мы раскрываем, советуем раскрывать все. Почему? Потому что если будет найдена какая-то информация, которую мы не предоставили, соответственно, нам будут заданы вопросы, почему вы не указали то или другое, да, и там поясните, да. Вот, поэтому вот как раз-таки эту программу, именно поэтому я бы не сказала, что это какой-то сложность или минус, да, но это отличает, вот, может быть, от других, да, например, карибских, да, где здесь нет некого лимита, да, который там мы советуем подтвердить, а советуем все-таки раскрыть все доходы. Виктория назвала слово «карибских», тем самым в каком-то смысле перекинула мостик к нашему следующему вебинару. Я еще раз попрошу скинуть ссылочку на него с компанией «Мигрант Инвест». В ближайшую пятницу мы будем говорить о программах гражданства карибских стран. Виктория, ну, давайте, значит, с платежом в 650 тысяч более-менее понятно. Но там еще есть история вот акции, государственные облигации, и есть еще история с недвижностью. Давайте несколько слов об этом. Как происходит вот все вот это, вся эта история? Вся эта история осуществляется легко удаленно для клиента, не нужно для этого приезжать на Мальту. Первые облигации можно купить и через свой банк, через своего брокера, да, через брокерскую компанию, которую мы посоветуем на Мальте, да, мы сотрудничаем с различными брокерскими организациями. Поэтому здесь вот, как вам удобнее, весь этот список всегда гособлигаций, он есть там в открытом доступе, да, всегда на официальном сайте Центрального банка. То есть это как раз то, что не вызывает вопросов, и более того, ну, скажем так, политика, экономика на Мальте достаточно действительно стабильна, все кризисы, как правило, они этого острого не касаются, поэтому проблем с покупкой гособлигаций не возникает. И вот, если вспоминать, в кризисе 2008 года они как-то на Мальте были незаметны. А если мы говорим о недвижимости, значит, вот там же есть тоже два варианта. Ты можешь купить, можешь арендовать, вот по этому поводу давайте... Да, и, то есть можно купить от суммы 16 тысяч евро в год, либо арендовать, да... Арендовать от 16 тысяч евро в год. Да, арендовать 16 тысяч, либо купить от суммы 350 тысяч евро. Позитивным моментом является то, что эту опцию можно, скажем так, менять, например, с аренды на покупку. То есть, предположим, сначала, да, когда инвестор впервые приезжает на Мальту, он никогда не был. Конечно же, там, ну, мы рекомендуем, например, арендовать, да, чтобы ближе познакомиться, скажем так, со страной. У нас есть отдел, как уже Злата сказала, по недвижимости. Это действительно так, то есть всю недвижимость мы для вас там проанализируем, скажем, вот где она растет. Ну, стандартный прирост 3% в год где-то там, да, на Мальте. Ну, скажем, где лучше покупать, где не лучше, где можно там арендовать так, чтобы вам было комфортно там, например, приезжать и отдыхать, да, ходить на пляж, либо там быть ближе к инфраструктуре. Вот, то есть у нас всем этим анализом мы занимаемся. Все-таки, значит, предположим, я хочу арендовать, да, вот в какой момент, ну, все равно как-то арендовать удаленно, наверное, не очень правильно. Как я подбираю, где я беру документы, куда я их потом отношу, как вот это все происходит. Ну, мы отправляем... И в какой срок я должен это сделать? Срок дается 4 месяца, и на покупку облигаций на аренду 4 месяца, то есть достаточно много времени, чтобы определиться. Сначала мы, конечно, спрашиваем пожелания клиента, да, по недвижимости, там, строгали на сумму 16 тысяч, либо можем пойти выше, и отправляем все варианты по мейлу, как правило. Вот прям ссылками, то есть вы смотрите, выбираете, говорите, что интересно то-то, то-то, то-то. У нас специалист ездит, даже когда границы были открыты, но там вы не хотели приезжать, например, на Мальту, не было возможности, наш специалист ездит по квартирам, снимает все на видео, присылает локации, то есть максимально стараемся сделать так, чтобы вы понимали, где эта квартира, и что это за квартира, да. И тогда уже вы подписываете договор аренды со своей стороны, отправляете его нам и по мейлу, и в оригинале, да, почтой, и подписывает собственник. То есть тут вопросов каких-то, что это должно быть подписано перед нотариусом, такого нет. То есть что касается аренды, все просто. Вот если потратить 350 тысяч, Анастасия спрашивает, на недвижимость Мальты могу ли я просто зарабатывать на что-то на этом? Потому что такая возможность есть. К сожалению, первые пять лет нельзя сдавать в аренду, это требование, да, тоже программы. Далее уже можно будет, да. Ну, то есть, условно говоря, если вы покупаете недвижимость для себя, то вот вы ее купили, и вот она у вас в собственности так и есть. Да, да, так и есть, да, на протяжении пяти лет ее сдавать в аренду нельзя, но вы точно выиграете, поскольку если купить правильную, скажем так, недвижимость, ее потом там с приростом процентов 10 точно 15 можно сдать, ой, продать, точнее. Ну, кстати, я тут очень разные, понятно, показатели. Рынок Мальты, как и, собственно, сам остров, он чрезвычайно невелик, да, и колебания там возможны. Если мне память не изменяет, в 2017 год Мальта занимала первое место по росту цен на недвижимость, там была средняя цена 13%. Понятно, что средний прирост, правда? Понятно, что это средняя температура по больнице, и есть объекты. Это правда, да, правда, потому что количество просто земли очень ограниченное, то есть некуда застраивать, очень мало где выдают разрешение на новые постройки, поэтому... Окей, ну и давайте тогда смотрите вот о чем. Вот все, недвижимость, ну, или арендованная, или купленная. Мы, да, собрали, да, вот эти как раз такие документы, которые подтверждают, да, что клиент все выполнил, и уже эти документы мы, скажем так, подаем на финальное одобрение, то есть на приглашение к паспорту. То есть мы говорим, что вот все выполнено, и через, там, несколько недель мы получаем приглашение уже на присягу, то бишь на получение паспорта. Вот тут ты уж как ни крути, а приехать должен. Да, тут обязательно все члены семьи. Второй раз, по сути. Ну, мы... Нет, это не первый раз. Почему? Во-первых, первый раз был на вид... Второй, второй в смысле имеется. Да, первый раз был на вид на жительство, сейчас вот уже на присягу, и, ну, скажем так, в этот промежуток также там могут потребоваться некоторые приезды на Мальту, короткие, для того, чтобы подтвердить связь со страной, связь с Мальтой. То есть программа требует показать, что, например, вы какое-то время были на Мальте, да, и там, ну, то есть, да, были не один-два дня, да, а, например, там, две недели, две-три недели. Ага. А вот этот период, когда происходит рассмотрение, лучше на Мальте все-таки какое-то время пожить? Ну, скажем так, это даже, ну, не назвать пожить, да, это вот три недели, когда это можно разбить в разные периоды, относится только к основному заявителю, то есть он может там, да, несколько дней накопить, когда он приезжает на вид на жительство, может быть, там, после одобрения еще. Вот, то есть, ну, скажем, мы здесь находим разные варианты, как можно подтвердить связь с Мальтой. Вот, но когда уже однозначно все должны приехать, да, это на сдачу присяги. Окей. И вот как происходит эта сдача присяги? Как Злата сказала, на Кипре, в общем, ну, ничего особо веселого там нет? Ну, да, по сути, необходимо прочитать присягу перед, там, комиссаром, да, ответственным комиссаром по присяге, скажем так, и с этой даты уже вы считаетесь гражданином Мальты. То есть у Злата получения паспорта именно. Прочитать присягу на каком языке надо сделать? На английском, на английском. Ага, ясно. Ну, и давайте тогда, значит, еще разочек. Кто на Мальте имеет право на получение паспорта? На получение паспорта имеет право у нас, значит, тот, кто будет инвестором, да, и члены его семьи, это супруг-супруга, дети до 26 лет включительно, и родители от 55 лет. Вот это родители, причем как инвестора, так и супруги. Ну, критериями является то, что дети старше 18, родители должны быть финансово, финансово зависимое, да, от инвестора, то есть они не должны, например, зарабатывать, да, иметь собственный бизнес. Все-таки предполагается, что инвестор, он их обеспечивает. Скажите, значит, итоговые расходы, ну, вот вы назвали цифру миллион, а вот сейчас, когда говорили по Кипру, выяснилось, что сумма недвижимости 2 миллиона, а общие расходы все-таки превышают 2,5, ну, учитывая налоги и так далее. Если мы говорим о Мальте, то какая история получается все-таки? Ну, в принципе, здесь как раз-таки такая сумма и выходит. Здесь сложно сказать в зависимости от того, насколько большая семья ваша, да, там, семья клиента, поэтому мы всегда делаем индивидуальный расчет, то есть прямо будет видно, ну, как приплюсовываются эти расходы. Я все-таки советую так, потому что это колоссальная все-таки разница, если это, да, например, пара из двух человек, да, либо там у них трое детей и еще там четверо родителей, да, с обоих сторон. То есть сумма будет разной. Ну, и тогда все-таки скажите, если мы говорим о текущей ситуации, как правильно поступить и с учетом того, что, ну, границы опять-таки закрыты, понятное дело, там, часть процедур можно делать, но есть ли какие-то изменения в паспортной программе, может быть, они не столь важны для тех, кто еще только приступает к процедуре, но, может быть, они важны для тех, кто уже в ней? Для тех, кто уже в процессе, в принципе, изменения никак не коснутся, потому что, ну, потому что уже процесс идет, да, например, те, кто приехали на вид на жительство или уже подали документы, для тех, кто планирует, также пока на сегодняшний день изменений никаких нет. То есть, как я сказала, мы экономим время на том, что мы собираем документы сразу и на ВНЖ, и на Дью Дилидженс, экономим время таким образом, но ожидаем, да, что программа все-таки как-то пойдет навстречу, облегчит нам, да, наши усилия совместно с клиентами и разрешит какие-то там, может быть, да, там, либо удаленные процессы или еще что-то, вот, но на сегодня мы, мы, в принципе, у нас нет никаких задержек, потому что, ну, вот, собрать весь этот пакет – это достаточно долгое время, да, чтобы сориентироваться, как написать историю, чем подкрепить и так далее, да, все это перевести, поэтому, в принципе, если мы начнем сейчас, то уже в любом случае либо какие-то изменения будут, либо границы откроют, либо, ну, то есть потеря. Ну, и давайте поступим, может быть, сейчас это следующим образом, мы, Виктория, вы не отключайтесь, а вот Злату попросим подключиться, и мы подведем некий итог, немного сравним просто историю с программами. Злата, здравствуйте еще раз, вот вы к нам подключились, слышно, видно звук, давайте проверим. Все слышно, видно. Ага, все, отлично. Приветствую вас еще раз, да. Отлично. Давайте тогда в двух словах, значит, во-первых, все-таки, Злата, у меня к вам вопрос еще раз уточнить. Вот на ваш взгляд, а что может, ну, или что происходит сейчас с точки зрения упрощения программы? Вы сказали, что сроки могут сократиться, да, рассмотрение и прийти к официальным. А как вы оцениваете вероятность, ну, это понятно, что не больше, чем слухи, но тем не менее, что может быть цену снизят за программу? Ну, насколько это реально, на ваш взгляд? Цену вряд ли снизят на программу, потому что обе программы, и Мальта, и Кипр пользуются огромным спросом. И зачем снижать цену, если и так все очень хорошо продается, то есть никакого смысла нет. И опять-таки, там, если мы ожидаем, там, что цены снизятся на недвижимость, это вот может быть сейчас лучше на Кипре выбирать недвижимость, возможно, застройщики пойдут на какие-то уступки, потому что им нужны активы, им нужно дальше строить. Но после того, как ситуация стабилизируется, все опять будет так же, как и было. То есть, ну, зачем, да, снижать цены, если и так все продается и все хорошо. Еще, если мы говорим о Кипре, в начале года много говорили о том, что программу хотят, ну, не то, чтобы прикрыть, но, как бы, давайте ужесточать. Насколько сейчас эти разговоры в прошлом? Ну, вот, например, в мае 2019 года было принято решение, что не могут в Кипре участвовать ПЭПы, политически значимые лица, которые занимали свои должности последние пять лет. Сейчас вот мы ожидаем изменения, что все-таки они могут участвовать, только нужно доказать будет, что средства, которые они заработали на программу, не связаны никак с этой должностью, ведь очень много состоятельных людей пошли в политику, у них уже было состояние до этого, и никаких препятствий тогда, чтобы участвовать в программе, нет. С другой точки зрения, конечно, они не имеют права, пока они в политике с российской точки зрения, с законодательства, участвовать в программе, но это, по крайней мере, это уже не пять лет, да, и как только человек уходит с государственной должности, он может сразу принимать участие в программе получения гражданства Кипра. Ну, и давайте тогда все-таки сравним. Вот есть программа Мальта, есть программа Кипра. Ваш взгляд, Виктория, ваш взгляд, Злата, кому больше подойдет одна программа, кому другая? Как эта история, ну, как бы, работает, опять же, в серьезных, в сегодняшних условиях? Ну, сначала зависит, наверное, от того, все-таки во что вы хотите больше инвестировать, да, и хотите ли вы, в принципе, инвестировать, да, в недвижимость, скажем, или вы предпочитаете тот случай, тот вариант, когда есть фиксированный, да, список расходов. Вот мы сделали расчет, вы знаете, что придется, да, безвозмездно отдать вот такую-то сумму, и при этом вам не нужно, да, там, выбирать какую-то недвижимость, сомневаться, а выбрали вы правильно или неправильно, это я в защиту Мальты, конечно же. Вот, вот Мальта, она, наверное, для тех, кто вот предпочитает вот такой способ инвестиций, нежели чем вот как на Кипре, когда надо купить, да, недвижимость. Злата, пожалуйста. На самом деле для инвесторов это действительно довольно сложный вопрос, потому что, как мы понимаем, у кого есть один миллион на Мальту, у того есть и два с половиной на Кипр. Поэтому, то есть за последние деньги гражданство никто не покупает, и у всех все стоят перед дилеммой, перед вопросом, в какой программе участвовать. Ну, несколько различий, да, там, мы уже упоминали, due diligence на Мальте сложнее, да, значит, если вы не хотите там подвергаться какому-то риску, ну, в общем-то, все нормально, тогда лучше Кипр. Второе условие. На Мальте нужно полностью раскрыть информацию о всех доходах, о всех активах, которые у вас есть. Это тоже хотят немногие клиенты. То есть у них нет проблем там с доказательством трех миллионов для Кипра, может быть, у них нет и проблем с доказательством всей суммы их активов, но они это просто не хотят, они не хотят раскрывать информацию. Там еще одно существенное различие, дети на Мальте до 26 лет, то есть если ваш ребенок, ребенок уже исполнился с 26, но еще не исполнился с 28, то это только Кипр. И родители. Родители на Кипре должны быть материально зависимы, а часто родители тоже довольно состоятельные у наших инвесторов, и на Кипре нет такого требования. А вот, ну хорошо, получается, что если они нематериально зависимы, то шансы, ну просто как-то изначально, ну не то, что ниже, но просто тут надо какие-то хитрые способы придумывать, так получается? Виктория. Ну на Мальте как раз таки вот требуется, да, подтвердить эту финансовую зависимость. А это как? Вот как подтверждается финансовая зависимость с родителями? Ну, во-первых, конечно же, она, скажем так, презюмируется, да, если у родителя нету компаний, которыми бы он владел, да, то есть если, конечно же, это открытая информация, и это всегда возможно проверить, что у родителя, да, он является учредителем в нескольких компаниях, и там они могут запросить финансовую отчетность, мы видим, что это действующие компании, и, конечно же, здесь речи там, да, о зависимости нет. Вот, поэтому, ну, собственно, и возраст, конечно же, да, то есть от 55 лет. Вот на Кипре как раз таки, да, этого критерия нет. Окей. Ну и тогда, Злата, наверное, к вам вопрос, ну, если человек находится в известном смысле в раздумьях сейчас, как бы вы посоветовали, с чего начать, какие, ну, действия предпринять до обращения к вам или в момент обращения к вам, что человеку, ну, если он, с одной стороны, затягивать не хочет, то, с другой стороны, находится, скажем так, в нулевом цикле. Что вы можете предложить, как действовать? Ну, во-первых, я бы предложила все-таки связаться с нами, мы можем по имейлу письменно общаться, можем скайп-конференцию, там, ватсап организовать, и обсудить уже все вопросы. Мы можем уже рассчитать, сделать индивидуальный расчет по программе, какие точно именно для этой семьи будут расходы. Мы можем уже сделать, провести внутренний тест на благонадежность, как раз-таки посмотреть, может ли уже участвовать в программе инвестор или нет, и если да, то порекомендовать ему какую-то программу. Мы можем уже начать сбор документов и определиться вообще, потому что, на самом деле, пакет документов – это индивидуальный для каждого инвестора. На Кипре – это легализация доходов, на Мальте – тоже подтверждение легальности средств. Он составляется индивидуально под каждого клиента, нету списка, который все включает. И вот над этим сейчас как раз-таки мы можем работать. Ну что ж, дорогие друзья, я надеюсь, на значительную часть вопросов мы ответили. Понятно, что процедура получения гражданства – это штука такая в высшей степени интимная, и как бы тут шуметь по этому поводу, может быть, и особо не стоит. Посему я предлагаю еще раз, во-первых, разместить контакты компании «Мигрант Инвест» в нашем чате с тем, чтобы кто захотел, мог бы обратиться напрямую. Мы знаем, что, ну, как бы, опять же, в чате совсем уж свои контакты оставлять не нужно, но мы сделаем рассылку обязательно по всем, кто был зарегистрирован на этот вебинар, и получите вы, безусловно, завтра видео, контакты компании получите, и получите информацию, ну, как краткую выжимку того, о чем мы говорили сегодня. Соответственно, это уже будет завтра. Второй момент, о котором хочу сказать, это история, связанная с нашим вебинаром, который будет в следующий четверг, в следующую пятницу, простите, в ближайшую пятницу. Мы будем говорить о программе гражданства стран Карибского бассейна. Ну, Виктория немножко приоткрыла занавес, сказала, что там все попроще и, в общем, подешевле. То есть, карибские страны, эта история такая, немножечко другие возможности, да, немножечко не Евросоюз, но сейчас, вот, пожалуйста, еще разочек мы получите информацию о нашем вебинаре. Как вы заметили, и сразу хочу еще раз попросить прощения, к сожалению, вот тот случай, когда интернет оказался на короткое время нерезиновый, и изначально не все смогли поспеть к самому началу нашего мероприятия, но, насколько я понял, все, кто захотели, в итоге в нашу совещательную комнату на наш вебинар пришли, и мы со всеми смогли с вами пообщаться. Поэтому, как говорят в таких случаях, ну, рекомендую занимать песта заранее, да, особенно в ближайшую пятницу, и будем рады вас видеть на наших вебинарах. Кстати, зарегистрироваться можно и на prian.ru slash event, ну, я думаю, что контакт тоже вам сейчас скинут. Это все вебинары наши, в том числе с компанией Emigrant Invest, они будут. Давайте сразу два вопроса. Да, запись вебинара, безусловно, будет. Жалко, что вебинар зависал, вроде у нас таких особых проблем с этим не было. Обязательно завтра мы скинем вам всю информацию и запись вебинара непременно. Есть ли услуга выезда вашего специалиста клиентом для консультации по гражданству? Злата, вопрос. Да, конечно. Конечно, мы знаем, да, что все наши инвесторы – это занятые, очень занятые люди. Мы уважаем их время и, конечно, мы предоставляем, мы выезжаем на место, там, в офис клиента, или очень часто хотят встретиться, да, клиент не хочет раскрывать свое имя, то и встречаемся где-то на нейтральной территории и все это обсуждаем. После этого уже начинаем работать, да. Ну что ж, друзья, на этом, на самом деле, мы, наверное, сегодняшнюю часть беседы с экспертами компании Migrant Invest завершим. Еще раз напоминаю, ну и на этой неделе мы встретимся, в том числе в пятницу у нас будут вебинары, о других наших вебинарах информация прианру.слэш-эвент, пожалуйста, тоже есть. В следующий понедельник мы встретимся с вами еще раз, вот, прианру раздел события. В следующий понедельник мы вновь встречаемся с компанией, экспертами компании Migrant Invest. То есть у нас целая серия вебинаров, посвященных программам ВНЖ и гражданства в разных странах. Злата, слушаю вас внимательно, пожалуйста. Хотела бы пригласить всех, кто участвовал в нашем сегодняшнем вебинаре по Мальте и Кипру, принять участие в вебинаре по Карибам, потому что сейчас наблюдается устойчивая тенденция, что многие инвесторы быстро получают гражданство Кариба, буквально за 2-3 месяца, и потом спокойно уже ждут мальтийское гражданство или кипрское гражданство. То есть, правда, прям устойчивая тенденция, уже много клиентов таким образом поступили, поэтому, пожалуйста, всех приглашаю на наш совместный вебинар в пятницу. Будем очень рады вас видеть. Ну что ж, друзья, спасибо огромное. Злата Эрлок, директор офиса, который находится в Австрии, компании Migrant Invest, и Виктория Атанасова, руководителя офиса на Мальте, компании Migrant Invest. Сегодня наши эксперты. Благодарю вас. Всем желаю здоровья и полного оптимизма, насколько это возможно, в наши непростые дни. Виктория, спасибо. Злата, спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Встречаемся с вами на вебинарах, но приановских буквально со среды, а в пятницу всех очень-очень ждем на нашем мероприятии, посвященном Карибам. Филипп Березин, Прианру, недвижимость за рубежом. До скорой встречи и спасибо. Спасибо. Спасибо.